Здарова компьютерщики! Сегодня мы поговорим о самом бесполезном аксессуаре для ноутбука Та-дам! Но не именно про эту модель, а вообще в целом как аксессуар Ведь пользовать его не больше чем от нафтезина при диарее Сейчас я объясню почему Для того чтобы понять, что эта штуковина бесполезна Нужно разобрать ноутбук и посмотреть Как устроена система охлаждения ноутбука вообще Я уже это сделал и покажу вам Открою небольшой секрет Вот так выглядит материнская плата ноутбука в разобранном виде Так выглядит система охлаждения 99% ноутбуков И представляет из себя термотрубку Она полая, внутри находится специальная жидкость Один конец трубки находится на площадке Которая крепится к процессору либо видеочипу В данном случае процессора А вторая часть крепится к радиатору Как же происходит охлаждение? Оно происходит очень просто Как я сказал, здесь находится специальная жидкость Которая при нагреве превращается в пар Этот пар поступает в другой конец Который находится на радиаторе Вентилятор его охлаждает И он превращается, переходит в состояние жидкости И таким образом оно постоянно из пара в жидкость И за счет этого происходит охлаждение Соответственно эффективность охлаждения Зависит от частоты вот этих жабер Они частенько забиваются пылью Ну не частенько, а спустя год всегда забиваются пылью И не происходит либо затруднено пропускание воздуха через них Ну как у автомобиля Такой же принцип работы Чтобы охлаждение стало вновь эффективным Нужно снять кулер Почистить жабры, чтобы они на просвет были чистенькие И снова собрать Можно термопасту еще поменять Вот Так у нас устроена система охлаждения любого ноутбука А что нам предлагают маркетологи И продавцы, и консультанты в магазинах Они говорят Не парьтесь, не надо разбирать Просто покупайте охлаждающую подставку И радуйтесь на здоровье И не надо каждый год чистить Ну вот так все просто Давайте посмотрим все Что это за дища Почему она вообще бессмысленная Вот у нас охлаждающая подставка Вот так она выглядит Где-то могут быть там два вентилятора Три Десять У каких-то отдельный блок питания Потому что этот питается от 5 вольт USB разъема Есть более массивные Но суть сводится к одному Это просто вентилятор, который охлаждает дно Дно вашего ноутбука Именно так и есть Она охлаждает дно А не систему охлаждения Смотрите Сейчас мы возьмем Первый попавшийся ноутбук И посмотрим Что он там может охлаждать снизу Минутку Так выглядит нижняя часть Подавляющего большинства ноутбуков То есть видите Здесь почти никаких отверстий нет Есть вот в данном ноутбуке Небольшие Небольшие жабры У других ноутбуков Чуть поменьше У некоторых вообще их практически нету Либо какая-то малюсенькая сеточка И как вы поняли То охлаждать здесь просто нечему В этой подставке Куда она будет дуть? Она будет дуть в корпус Охлаждать будет в пластмассу Поэтому смысла в них вообще никаких я не вижу Не знаю Я несколько раз пытался замерить температуру Ну разницы вообще никакой Я не знаю Только если для личного успокоения Что у вас ноутбук охлаждается Может быть только для этого И в этом будет ее эффективность Ну в целом КПД этих подставок крайне низко Чтобы отдавать там 1000-1200 Есть поставки вообще за 3 рубля И я вообще не знаю На фиг это нужно Поэтому смотрите Еще раз я вам говорю Подставка Вот она подставка Она будет отдувать нижнюю часть корпуса Соответственно будет охлаждать пластик Который в целом на температуру Чипов видеокарты никак не повлияет Поэтому вместо того Чтобы тратить деньги На вот эту бесполезную пластмассу Лучше раз в год Чистите систему охлаждения С разборкой С заменой термопасты Вот это говорит что нужно Чистить каждые 3 месяца Но если вам приходится Чистить ноутбук каждые 3 месяца Значит у вас квартира очень грязная Сделайте лучше дома уборку Тогда надо будет ноутбук Чистить всего лишь раз в год Эффективность этой поставки Будет только в том случае Если снять нижнюю крышку И воздушный поток от подставки Будет обдувать непосредственно Саму систему охлаждения ноутбука То есть вот если вот поток Будет сразу обдувать Саму термотрубку То да она скорее всего Здорово снизит температуру Но как вы понимаете Придется снять крышку И поставить ему в таком Вот полуразробном состоянии Что не всегда возможно Ну и либо просто в корпусе Взять дырок Выстрелить Миллион Тогда тоже в этом случае Скорее всего Она будет эффективно работать Во всех остальных случаях Она бесполезна И поможет разве что Некоторым комментаторам С горящими пердаками Вот они могут ее подложить Под жопу И охладить немножко Так а почему же их продают Как обычно Закон рынка Есть спрос Будет и предложение Любой ноутбук Будет греться на Каких-то критических Нагрузках В играх там Но вот сам по себе Он греется Вот он такой Так он сконструирован Маленький корпус Замкнутое пространство Он всегда будет нагреваться Это неизбежно Это просто Факт Факт ноутбук Всегда горячий будет Поэтому прекращайте Кормить производителей Вот этих бесполезных Аксессуаров Купите лучше Нормальную термопасту Которая стоит Гораздо дешевле Чем сама Эта подставка И вам ее хватит На 10 лет Это будет Самое эффективное Вложение денег Всем пока Кстати самое интересное Если ты считаешь Что эта подставка Поможет тебе В сохранении твоего ноутбука То я пожалуй ее разыграю Для того чтобы Принять участие Нужно подписаться на канал Поставить лайк И написать любой комментарий Вообще любой Главное чтобы у тебя в профиле Отображались каналы На которые ты подписан И было видно Понравившееся видео Также Результаты конкурса Мы продублируем Вконтакте По России Мы отправим бесплатно За свой счет За границу Я не буду отправлять Ну потому что Мне влом платить За международный пересыл 9 ноября На всякий случай Мое дни рождения А подарки буду дарить я Пока